0 часов 9 минут в Москве, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Зум». Меня зовут Таня Роднянская, и со мной моя коллега Ирба Баен. Доброй ночи. Сегодня мы говорим о революции в мире глянца. Звучит довольно пафосно. Ну что ж, разберёмся, что происходит в глянцевой индустрии. А поможет нам в этом наш сегодняшний гость, журналист Антон Красовский. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришёл. Спасибо вам. Я вновь напоминаю, что у нас идёт не только радиотрансляция, но и веб-трансляция. Можете нас наблюдать на сайте ЭКМСК.ру и на сайте Рутюб. Мы уже давно активны. Вот сейчас Антон строит всем рожей, вы это можете видеть. А также всегда работает телефон для ваших сообщений. Плюс семь, девять, восемь, пять, девять, семь, ноль, четыре, пять, четыре, пять. Присылайте свои сообщения, вопросы, комментарии, всё что угодно. Поясню кратко, о чём идёт речь. Почему мы решили открыть такую тему? Некоторое время назад, а точнее в самом конце мая, Эвелина Хромченко покинула пост главного редактора журнала «Офисиэль». Занимала его давно, с самого его основания, и вот по это время. Но её уволили. Её уволили. Давайте называть вещи своими именами. Эвелину Хромченко уволили из журнала «Офисиэль». Я расскажу краткую справку. На её место пришла Мария Невская, супруга Евгения Змеевца, издателя этого журнала. Она занимала должность директора моды журнала «Офисиэль». Далее, на прошлой неделе Алена Долецкая, экс-главный редактор журнала «Вог», покинула свой пост. Она, кстати, занимала свой пост 13 лет. То же самое. С самого начала... 12? 12-12. Ну, был 13-й год, шёл. Пошёл 13-й год. Ладно, 12 лет. 12 лет, хорошо. Да, ты прав, потому что «Вог» открылся в 98-м году. Российское издание «Вог» открылось в 98-м году. Это я неправильно посчитала. На её место пришла Виктория Давыдова, которая была ранее главным редактором журнала «Татлер». Верно? А до этого главным редактором журнала «Клеймер». А до этого директором бьюти журнала «Вог». Да. Это и остаётся один издательский дом «Кондонаст» России. Позже стало известно, что ещё и Наталья Почичуева больше не занимает пост главного редактора журнала «Эль Декор». Мало того, с сентября журнал будет называться «Эль Декорейшн» и якобы значительно меняет свою концепцию. «Эль Мастурбейшн», мне кажется, он должен называться. О, Господи, нет, давай не будет так. Речь идёт о разных издательских домах. Все эти три главные дамы, о которых мы говорили, работают в разных издательских домах, но всё это произошло почти в одно время. И сейчас мы попытаемся разобраться, почему и что же это произошло. Да, и вот в связи как раз со всем этим, я не знаю уж, добровольная отставка там долецкая, не добровольная отставка долецкой. Какая прекрасная, удивительная шутка в данном случае. Добровольная, конечно же, она добровольная. Ну ладно, допустим, издательский дом «Коммерсан» писал, что это абсолютно добровольная отставка. Без укора. Да. Мне интересно твоё мнение. Как ты считаешь, вообще вот все вот эти увольнения, они между собой как-то связаны? Каким преподавательным образом? Ты считаешь, мировая закулиса, как где-то сидит и управляет карьерами несчастных русских женщин? Подожди, ну смотри, Кромченко, да, Летка. Это такие два таких мастита, наверное, глянцевые журналы у нас. И в одно время практически они обе покинули... Ну, они не в одно время покинули. Практически. Или действительно уволили весной, как мы помним. Это было, ну ладно, слушай, прошло там два месяца. Нет, но это вещи не связанные друг с другом. Это просто роковое совпадение. Да. Ещё так произошло, что Алёну ведь уволили после знаменитого интервью её, Алёны Долецкой, Саверина Леонидовны Хромченко, которую мы могли с вами наблюдать на сайте журнала «Вэлк». И не только. Интервью, скажем прямо, было довольно жёсткое. Нет, интервью, скажем прямо, было довольно плохое. Интервью, скажем прямо, было непрофессиональное. Интервью, прямо скажем, было самодеятельное. Нет, знаешь, если бы это было язвительное... Это было больше похоже на разговор двух дам, которые друг друга подкалывают, чем на интервью. Нет, слушай, если бы это был разговор двух дам, которые друг друга подкалывают, у этого интервью был бы трафик приблизительно, как у программы «Пусть говорят» с Аллой Пугачёвой. А у него как-то было всё очень плохо и уныло, потому что это был разговор двух дам, каждая из которых боится быть не такой уж крутой, как ей хотелось бы быть. Поскольку обе дамы, ну, честно скажем, не то чтобы Анна Винтур, то крутоты так особо и не получилась. Это главный редактор, пока еще главный редактор американского вывода. Но надеюсь, что еще это недолго продлится. Какой ты злой. Очередная Виктория Давидова. Ну, посмотрим, посмотрим. Там найдется своя дам. Нет, просто это было очень непрофессионально, неграмотно склеенное, дико плохо снятое. Ну, хорошо, но дело-то не в этом интервью. Но как получилось, что Алену-то уволили через два дня после этого? Хорошо, интервью состоялось. В своем интервью, я цитирую, Алена Долецкая спросила у Ювелина Хромченко. «Ювелина, вам никогда не казалось, что главный редактор – продукт, подверженный износу?» Сказала она и помешала лед в стакане. Да, и она сказала, что у меня, конечно, есть на эту тему какие-то соображения, но я не буду вам говорить, мне интересно ваше мнение. Ну, давайте скажем так, что… Главный редактор – продукт, подверженный износу? Не важно, какой главный редактор. Отойдем на секундочку от Алены, Этавелин и всех главных редакторов, которые это… Как бы не хотелось Алене Станиславовне или Эвелине Леонидовне сравнивать свою должность с паштетом, но скажем честно, что вообще любой человек, а не редактор или не инженер, не сантехник, не президент, а просто человек – это продукт, подверженный износу. А как функция? Функция главного редактора? Слушай, ну что это функция? Ну вот я говорю, человек, вот любой человек, занимающийся любой профессиональной или непрофессиональной деятельностью, он, конечно, устает. Ну, Алена Борецкая еще жива и вполне могла бы продолжать свою работу. У него человек устает делать вот эту работу. Плотник устает пилить, дворник устает мести, редактор устает редактировать. Хорошо, но смотри, нужно тогда, мне кажется, нужно отправлять этих людей на пенсию, скажем так, когда найдется достойная замена. Это хороший вопрос. Здесь вот это действительно вопрос, который следовало бы заявить так. А правда ли, что вот Алена давно хотела уйти, а просто не уходила, и вот пришло такое время, как там написал Джон Данью Хаус. И вот пришло время, и наконец мы расстались. Конечно, неправда. Потому что Канденаст, там про Парлан мы поговорим немножко потом, Канденаст это такая международная корпорация, ну, вроде там Нистле, Би-Пи или Лореале. И уходит там оттуда двумя способами. Значит, первый способ такой. Вильям фон дер Пупкин через два года собирается покинуть нашу корпорацию. Сейчас Вильям фон дер Пупкин занимает пост президента. До этого он работал вице-президентом по продажам отеколонов. А через год, когда Вильям фон дер Пупкин наконец-то все-таки сообразит покинуть нашу корпорацию, его место займет его заместитель, который сейчас отвечает за покупку туалетной бумаги. Вот эти анонсы, они исходят от совета директоров, например, за год или за два до ухода такого рода людей. Когда людей действительно отправляют на пенсию. Пенсию обычно оплачивают. Эта пенсия обычно сообщается народу. Ну вот, например, как сейчас, в экстренном порядке, между прочим, в экстренном порядке, был отправлен в отставку президент БИПИ. Ему там положили пенсию 900 тысяч, так, на минутку в год. Какую пенсию дали Алене Долецкой? Нет, Алене Долецкой дали пенсию, я так понимаю, как любому коренному москвичу, 8300 рублей. И, насколько я понимаю, Алену Станиславовну эту пенсию в Собесе оформила уже, в общем, какое-то время назад. А сколько ей положили отступных в воздательском доме? Ну, хоть за три месяца заплатили. Да, за коммерцию. Конечно. Там есть такой, скажем так, шитый золотишком парашютец. Не то, чтобы золотой прямо, но вот такой вот с люрексом. Ну, я думаю, что сколько-то там ей дали, конечно, на руки, вот, чтобы поехать на море, подышать, действительно, не вдыхать все это омерзительное угаре, которое сейчас в Москве. Как она сказала, опять же, в отпуск по уходу за собой. В отпуск по уходу за собой, вот, потому что вот выхаживала за другими 13 лет, как вы правильно заметили, или 12 половиной, а теперь за собой. Но у нас же все не так. Нет, да, вот я подожди. Значит, смысл в том, что, конечно, никто не готовился. Конечно, это была неожиданность для всех. Прежде всего, это была неожиданность для самой Долецкой. Рассказывают, что когда сотрудники редакции, вот эти несчастные, забытые богом девчонки, прибежали к ее кабинетам. Алена, ну как же, да мальчонок там не остался. Ален, ну как же вот так, вот ты все знала, знала, и нас бросила, бросила. Алена сказала, ну, я сама об этом узнала два часа назад. Ну, и, в общем, я думаю, что это так все и было. За два часа до увольнения ей сказали, Аленочка, собирай, пожалуй, свои пожитки, и выматывай из нашего прекрасного мехового холодильника, где находится в Дайский дом Конденаст. И Аленочка из мехового холодильника уедет. Хорошо, но почему это сделали в такой форме? Неужели нельзя было это как-то обыграть так, что человек достойно уходит? Ну, вот смотрите, это проблема вообще Конденаста. Значит, это проблема, по всей видимости, просто... Конденаста российского? Нет, нет, Конденаста мирового. Точно так же абсолютно увольняли главных редакторов и американского ВОГа, насколько я понимаю, английского ВОГа, также увольняют любого другого главного редактора. Это такая классическая традиция для Конденаста. Приходит главный редактор на работу, бабах, а у него все его вещи уже собраны в коробку, на что еще дали на сборы. Ха-ха, у нас-то есть традиция. А там уже к секретарше какая-нибудь собирают все вещи в коробку, уже их складывают куда-нибудь перед входом. И отправляют домой. Не пинком, а подзад. И главный редактор шепрык с 19 этажа на Мэддисон-сквер, там вниз головой на асфальтик, и потом ее соскребает от Нью-Йоркской полиции. А Эвелину Хромченко, по-моему, даже не пустили в здание, как она там где-то писала. Ну, я не знаю, но у Эвелина была немножко другая история. Здесь все-таки надо говорить про международный Конденаст. То есть это такая международная традиция. Его дома Конденаст, который Сай Нью-Хаус. И вообще это традиция всех вот этих удивительных людей. То есть это люди, которые прежде всего не то, что не уважают сотрудников, потому что не уважают сотрудников, относятся к ним как к быдлу, как к рабам, как к прислуге. Это, в общем, такое общеизвестное, по-моему, многократно. То есть дьявол носит праду, это правильный фиг. Это абсолютно devil wears праду. Я как раз хотел сказать, что это все чистая правда в этой праде. А прежде всего это, конечно, люди, которые не уважают себя. Но вот, например, известно, что Сай Нью-Хаус, владелец самого главного издательского дома в мире, старинист. Многие люди, которые у него были, приходя к нему домой, обнаружили у него на полках полное собрание сочинений Иосифа Зеленовича Сталина. Серьезно? И этот человек вот натурально, правда, влюблен в генералиссимуса. Считает его действительно величайшим человеком XX века. У него на стене висят его портреты. Вовсе не Анны Винтур, не Алены Долецкой, не даже... Не знаю. Ну, допустим, собрание обожжено. В Ридленд. А вот натурально Ленин-Сталин. Ленин-Сталин находится в принятии этого человека. И поэтому он так беспощадно со своими сотрудниками распространяется. Это даже не беспощадность. Понимаете, в беспощадности есть какая-то красота. А это же все мерзко и как-то подлинненько. Это же нет ничего красивого. В увольнении, вот в таком увольнении... Это же некрасиво. Это вот какой-то такой деревенский шик. Вот в сущности, конечно, конденасты такой колхозный издательский. Такой колхозный подход к людям. Так вот тебе какая-то обида говорит на них. Нет. Ну почему? Чего мне обижаться? Я объективно смотрю на вещи. Вот приходит Алена Долецкая, которая, конечно, королева. А все остальные лохи. Вдруг на работу. А ей говорят, пошли ты отсюда. Но это неприлично. Вот люди должны понимать, что это неприлично. Что то, что с ними сейчас будут здороваться, ведь это только от подлости своей с ними будут здороваться. То есть если бы вот эти люди жили, например, 150 лет назад и были бы не теми, кем они являются на самом деле, а тем, кем бы они должны были быть тогда, 150 лет назад. То есть людьми в свете. Не в этом свете, который у нас сейчас. Вот этот наш. Из вот этих людей состоящих. Из Рублевки. А вот в том свете. С ними, конечно, никто бы не здоровался. Кстати, ты не знаешь, много людей ушли из Долецкой? Ноль. Это неправда, что собиралась ее команда вместе с ней уйти? Но она сказала, нет, останьтесь, благородно. Ну, вы слушайте, не идеализируйте тоже Алену Станиславу. Никакой команды там нет. Там есть просто сотрудницы, которые получают 40 тысяч рублей. Ну, как же, когда у нее были вот эти вот пышные проводы на Красной площади. Долгие силы. Долгие слезы. Девочки плакали. Она дарила им цветы, говорила до свидания. А они говорили, Алену, не уходи. Потом оставили стену. Такого не говори, я там присутствую. Никто не говорил, что Алена не уходи. Все было понятно, что... Хорошо, давай посмотрим, как это было. На странице ВОГ. Говорят, что девчонки, 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 девчонки в этот день пришли все в черном. А Вика Давыдова на следующий день пришла вся в белом. Но все равно, ты видела эту страницу. Где написано, Алену, мы тебя любим, Алену, мы тебя ценим и так далее. Там было очень много благодарных отзывов. Нет, не видела. Ну хорошо, отлично, круто. Но они действительно ее очень любили. Правда, да. Но никто с ней не ушел. Потому что это не команда. Команда – это нечто другое. Нет, слушайте, благодаря, неблагодаря. Люди остаются и зарабатывают деньги. Когда человек, в которого ты абсолютно влюблен, а это правда, Алена Долецкая, в отличие от большинства людей на Земле, умеет в себя влюблять. Фантастически. То есть я был влюблен на нее с первого взгляда абсолютно. Я пришел к ней в кабинет, вот она сидит там, курит свои тоненькие сигаретки, сзади у нее какой-то там плейдик с надписью «Veuk France», кажется. К чему были такие пафосные проводы на красной полоске? Да не было никаких пафосных проводов. Ну, слушайте, просто была какая-то отходная, ее надо было где-то устроить. Михаил Иванович Куснирович, как бы мы к нему не относились, я бы к нему относился, поступил каким-то абсолютно фантастическим джентльменским для нашего города, для нашего рынка и, главное, для нашего мужчины. Хотел было сказать русского, потом вспомнил, что Михаил Иванович, слава тебе, Господи, еврей. И каким-то удивительным образом, отдав бесплатно вот это свое боско-кафе на Красной площади, действительно, все, кто хотел, все абсолютно, не было ничего закрыто, можно было прийти с улицы и поздравить Алену Долецкую. Я как сказал, поздравить, но, извините, оговорил. На своем книге проводить. Сначала на своем книге, да? Можно так сказать. Проводить Алену Долецкую. И все, кто хотел, пришли. Я хочу сказать вот что, товарищи. Ни один из тех людей, кто действительно обязан был Алене Долецкой, ну, например, там, дизайнер Игорек Чапурин, или, там, скажем, фотограф Володя Глынин, которые были в Москве, не пришли. По каким-то там своим причинам не пришли. По каким-то своим, да. Только Володя Глынин приехал из Испании. Да, а пришли какие-то люди, которые вот Алене Станиславовне, в общем, ничем не обязаны. И это очень характеризует и вот этот самый русский рынок, и этих самых русских так называемых мужчин. Так, с Аленой вроде бы разобрались. Давайте перейдем к моменту, который произошел ранее, в конце мая. Северин Леонидов, там была другая история. Вот смотрите, значит, конденаст, давайте просто расскажем нашему слушателю, если есть что-то такие, которые об этом не знают. Давайте обязательно расскажем. Разницу между, вообще-то говоря, конденастом, вогом и офисиелем. Вот русский вог – это часть мирового вога. То есть, русский главный редактор русского же вога, он как бы, в общем-то, нанимается или утверждается где-то там в Лондоне. И вот этот русский конденаст, он, в общем, часть такого мирового конденаста. Совсем с недавних пор, кстати сказать, когда Карина Добротворская стал президентом этого самого конденаста здесь, в России, конденаст России стал вот таким отдельным издательским домом. До этого он был частью так называемого конденаста интернешнл, в которой там входили конденаст Португалия, конденаст Испания, конденаст Греции и так далее. Какие журналы входят в это издательство? Очень-очень много, но в России, то есть давайте говорить про Россию, это, как мы знаем, журнал Vogue, журнал GQ, журнал AD, архитекторал дайджест, журнал Glamour, журнал Татлер, должен был быть журнал конденаст Тревеллера, но вот не случилось. Журнал Officiel – это журнал лицензионный, он выпускается по франшизе, то есть некие ребята, которые там собрались, сказали, ой, мы хотим очень красивое, и вот купили такую вот удивительную лицензию. Лицензию им это принесла Евелина Леонидовна Хромченко, действительно, в 97-м году, я это очень хорошо помню. И надо сказать, что что бы там ни говорили про Евелину Леонидовну, какие-то гадости про нее не говорили, как бы не говорили, вы смотрите, какая лохушка. Евелина Леонидовна, вот в отличие от Алены, ведь подарила этому рынку лучших дизайнеров, лучших стилистов. Все. Дмитрий Логинов, там, не знаю. Она искала этих молодых талантов? Они вот прямо, она искала, она ходила по всей стране. Там Евелина Хромченко, вот бренд Евелина Хромченко для каких-нибудь там модных мальчиков и девочек в Красноярске, или в Уфе, или в Сыктывкаре, или в Барнауле, это сравнимо, а не Винтур, действительно. Вот только Алена Долецкая, или там, не знаю, whatever. А людям, в общем, не очень понятно, не понятно, там, ВОК, или там. А вот Евелина – это человек, который действительно ищет. Она была, пожалуй, самым лучшим в этой русской индустрии хэдхантером. И очень многих людей она действительно нашла, действительно вырастила, они действительно ей благодарны. И Евелина, правда, может быть, в отличие от Алены, умеет с этими людьми, что сказать, показывает опыт Первого канала, общаться на одном языке. И вот эта, кстати сказать, прощальная вечеринка с Аленой, это ведь была встреча аудитории Алены и Евелины. Вот я стоял на этом бордюре между Боско-кафе и Красной площадью. И люди, ходящие по Красную площадь, гладели на Алену Дрыцкую, не понимая, кто она такая. И всем было очевидно, что если бы на месте Алены стояла Евелина, то вся бы эта Красная площадь, включая Иосифа Виссарионовича, и Владимира Ильича, востреба из мертвых, кинулись бы, бросились на эту веревьбу. Ну, хорошо, но давай почему же так думала? Что? Конечно, да. Ну, ты вот иди, поработай, ты поучись, ты вообще сумей и всем сердцем восприми вот эту аудиторию Первого канала, как это сделал Евелию. Хорошо, давай к увольнению. Да. Почему? Произошла все-таки трагедия? Та же самая абсолютная история. Не, ну что еще трагедия? Посмотрите, давайте не делать это никакой трагедии. Любому из этих журналов лучше, что главный редактор покинул этот свой пост. Потому что и журнал Офисей был чудовищно плохой, и журнал Волк был совершенно омерзительным. Невозможно было взять Волк в последнюю минуту. Только что ты сказал, какая прекрасная Евелина. Нет, слушай, это абсолютно не связанная вещь. Самый мужчина Хантер. Я говорю о том, что есть прекрасная женщина, одна, вторая, есть журналы, которые начинались как очень крутые журналы, и Офисей. А потом завяли? Ну, а как ты думаешь? Ну, вот ты посиди, поработай вот так вот каждый день. 13 лет. Ну, представляете, что такое 12 лет журналов? 12 лет, да? 12 лет журналов. На нашей радиостанции 20 лет, и все еще активненько работаем. Безусловно. Ну, это вот такая специальная история. Но ты бы не работаешь на этой радиостанции 20 лет. Нет. Ты 20 лет работаешь в эфире планеты Земля. Вот. А тут 140 журналов. Каждый журнал как книга. Вот. Первый журнал, который ты получаешь из типографии, ты смотришь на него, целуешь. Вот он, мой родной. Вот Марио Тестино снял телочек на обложке. Вога на Красной площади. А потом получается 130-й номер. Ты уже понимаешь, что... Ну, ладно, окей. Хорошо. Нормально. Интерес пропал в главную редакцию. Ну, у любого человека пропадает интерес. У любого. Любой человек соскучивает. Хорошо. То есть ты понимаешь, что люди свыше видят, что журнал становится хуже. Люди не только свыше, люди, прежде всего, снижены. Хорошо, да. У журнала падают тиражи. Но журнал не становится хуже в три минуты. Он стал хуже уже за мной. Он становится хуже постепенно. Да. Ну, конечно. И уже давно. Ну, да. Ну, так почему именно сейчас? Ну, потому что накапливается какая-то масса, которая вдруг как лавина обрушивается на всех. Конечно, людям в какой-то момент становится... Ну, все, хватит! И опять-таки такой главный редактор. Новый главный редактор. И новый главный редактор. Давайте прервемся буквально на минутку. И послушаем комментарий. Это будет Егор Заиков, фотограф, который работал как раз с самыми... И продолжает работать. Привет, Егор! Классно, что ты здесь! Продолжает работать с самыми лучшими нашими глянцевыми модными журналами. Я думаю, поскольку каждая из этих женщин проработала на своем посту больше десяти лет, но это уже является доказательством того, что они прекрасно справились со своими обязанностями. С другой стороны, мне кажется, все-таки рано или поздно должно что-то менять. Мне кажется, 10 лет это достаточный срок для того, чтобы сделать много и даже больше парашют менять. Мне кажется, еще рассвет не закончился. То есть до заката, мне кажется, еще очень далеко. Поскольку у главных журналов глянцевой индустрии пока что было только по одному редактору. Вот когда таких редакторов сменится 5, 10 человек и пройдет лет 30, 40, 50, вот тогда, мне кажется, можно будет говорить уже о каком-то закате. А сейчас, мне кажется, еще рано. Сейчас только рассвет. Но мне кажется, не совсем корректно сравнивать напрямую, поскольку актийский ВОК, к примеру, издается 98-го года. То есть это 12 лет, в то время, как американский ВОК издается в разы больше. Соответственно, мне кажется, не совсем корректно сравнивать, что, конечно, мы будем в какой-то степени отставать. Но это вопрос времени, это все болезни роста. Но мне кажется, они, опять же, не стихийные. Они были бы стихийные, если бы вот кого-то назначили полгода назад, а сегодня сняли с этой должности. Наверное, это было бы стихийные. А поскольку у людей было бы очень много времени проявить себя и сделать работу, что, собственно, они и сделали, то просто пришло время что-то поменять, чтобы канал развивался дальше. Поэтому я думаю, что вообще не делал бы трагедии из всего происходящего. Я вот читал какие-то блоги, читал информационную ленту, и там действительно много есть мнений о том, что какой ужас, какой кошмар. Но мне кажется, что это на год прекрасно, что людям дали возможность поработать, они сделали прекрасную работу, а теперь как работают другие люди, это будет что-то новое. Единственное, что мне кажется странным, что слишком мало новых людей в индустрии появляется. То есть, опять равно идет некая перетасовка тех же людей, которые работают в индустрии те же 10-12 лет. — Егор сейчас сказал, что все эти перестановки не катастрофичные, пора что-то менять для того, чтобы динамично развивался журнал. — Но Егор прежде всего сказал о том, что вот у нас не было индустрии, а теперь с уходом этих двух прекрасных красивых женщин она появилась. Он абсолютно прав. Эти женщины, хотя были и другие, скажем честно, какая-нибудь там Елена Сотникова, моя любимая прекрасная главная редактор-основатель фактически журнала. — Погласно сет Ирины Михайловской. — Ирка все-таки как раз из тех людей, которые приняли уже эстафету, да? А я говорю про матерей-основательниц. Лена Мясникова, которая основала Космо в России. Конечно, вот что. — Первый журнал для женщин. — Вот он Холокост-то. Вот кто уничтожил Россию. Настоящий журнал «Космополит». — Северные и советские женщины. — И вот они есть. А эти ушли, и вот с появления. Вот индустрия появилась. Они подарили, вовсе никакая не Бурда Моден, конечно. А вот они подарили нашим советским женщинам вот эту индустрию. Эта индустрия появилась. Теперь на смену этим прекрасным таким вождицам должны приходить, конечно, такие бюрократки. И вот, скажем, девушка под названием... — Мария Невская. — Виктория Давыдова. — Виктория Давыдова. — Она, конечно, такая вот бюрократка. У нее даже есть кандидатская диссертация по экономике. Где-то там в баночках она каким-то баночкам защитила кандидатскую диссертацию в МГУ. Ну, как продавать там Эсти Лаудер или там Лореаль. И вот, на самом деле, мы пока все там писали какие-то заметки, там ездили. — А она кандидатскую писала. — А она кандидатскую защитила. Между прочим, работая директором бьюти-отдела журнала «Вэлк». — Уж она не хлопала? — Нет, не хлопала. Вот. И, наверное, даже если в этом самом Канденасте существует какая-нибудь такая книга, ну, конечно, не Гиннеса, ну, какой Гиннес и Канденаста, «Дом перейона», то наша замечательная Вика, она должна была бы занять там одну из страниц, потому что, по-моему, это одна единственная во всем мире и за всю историю Канденаста женщина, возглавлявшая три главных и единственных, вообще-то говоря, женских журналы в издательском доме. Сначала она была главным редактором журнала «Гламур», запускала журнал «Гламур», потом, после неудачного запуска Шахри Амерханова и журнала «Татлер», она подняла этот «Татлер». И как бы я ни относился, я сам писал заметку про то, что «Татлер» — это ужас, и всех, конечно, надо расстрелять и казнить, и закопать даже живьём, хотелось бы, но, тем не менее, «Татлер» она это подняла, и в этом «Татлере» есть реклам. И теперь какая-то будет новая эпоха «Волк». Я не уверен, что эта эпоха будет хуже, чем последний год. А как ты считаешь, не уверен, что будет хуже? Подожди, скажи, как ты считаешь, что там кардинально изменится? Всё. Всё что? Там будет больше реклама? Это будет больше как рекламная брошюра? Или там будет больше текста? Нет, нет, слушайте, значит, вот эта история... Давайте, во-первых, избавимся, я даже как-то стал заикаться от такого вопроса. Давайте вот этот обывательский, какой-то костромской подход к «Глянцу» или телевидению вообще забудем. Ну, что же рекламная брошюра? Вообще «Глянце» уже дал для того и создан, чтобы в нём давать рекламу. А к этой рекламе прилагаются какие-то тексты, или реклама прилагается к этим текстам и съёмкам. Вообще это всё одно и то же. Реклама бежит вслед за этим самым журналом, старается быть лучше этого самого журнала. И посмотрите сейчас вот на эти рекламные полосы. Вот объективно отключитесь от того, что вы живёте уже в свободном обществе много-много лет. А представьте, что вы в 87-м году. Вот так на минутку. Откройте этот журнал. Да больше вы эти рекламные полосы будете гораздо дольше рассматривать. Вам они будут больше нравиться, красиво же. Очень крутые съёмки. Я не спорю. Мариот истина, там все дела. Я не спорю. Конечно. Поэтому, ну да, там будет реклама. И там, ну, в принципе, другое дело. Понимаете, ВОК это такой журнал, в котором реклама будет. Даже там все умрут одновременно. Всё равно эта реклама там никуда не денется. Там тексты пропадут и съёмки. А реклама там останется. Хорошо. Тогда в чём будет заметно? Я считаю, что он станет более... Он просто поменяет персонажей. Понимаете? То есть сейчас ВОК, это, конечно, журнал, в котором там в 28... В 280-й раз может появиться Ингиборга Дабкунайте. Понимаете? А Ингиборга Дабкунайте – это 90-е годы. Вот я когда брал интервью с Далецкой, я говорю, Далецкой. Она мне говорит, ой, красавки, вы всё говорите там. Это просто буквально прошлый век. Я говорю, Алена, а сейчас какой век? Она говорит, 20-й. А интервью я брал, между прочим, в 2009 году. Она ещё жила в 20-м веке. И по-прежнему продолжает в нём жить. Не надо. Уже 20-ть лет. Может, она оговорилась. Нет-нет, это правда. Ну, слушайте, она, конечно, оговорилась. Но в реальности надо понимать, что люди, они должны соответствовать времени. Я не уверен, что Виктория Давыдова – это человек, который будет соответствовать этому времени. Но то, что должен быть человек, который этому времени будет соответствовать, это очевидно. Ну, хорошо. Будущее нам покажет, во что превратится журнал ВОК. Теперь перейдём к тому, кто пришёл на смену Увелине Хромченко. Давайте так, давайте раскроем карты вообще нашему слушателю. Я так понимаю, что никто не пришёл на смену Увелине Хромченко, Потому что то, как поступил Евгений Змеевец, это, ну, самое нелепое, что можно было сделать вообще. Это самое примитивное. Нет, это нелепое именно с точки зрения журнала, который покупает, вообще-то говоря, франшизную лицензию. И, понимаете, приходят французы вот эти на работу. Посмотрите, эти французы. Ой, приходят они на работу. А им вдруг приходит имейл, который рассказывает, что Евгений Змеевец, Никки, их Russian partner, свою жену... Жену. Молодую супругу. Жену. Бывшую модель. Назначил главным редактором журнала, который вполне их себе устраивал. А рейтинг-то был у них? Конечно, нет, но для французов, у них и французская офисия очень плохая, а русские, ну, в общем, не то, чтобы как-то сильно ему уступают. Ну, то есть, все им абсолютно устраивало. Но даже дело не в этом. Важна комичность ситуации. Человек не имеет права в 2010 году назначать свою жену главным редактором, увольняя другого главного редактора. Потому что сразу же тем самым французам с профсоюзами, с забастовками, вообще из 21 века, становится понятно, что там какой-то чувак у них в России, какой-то Удмурт. Он как какие-то... Ой, Монголия, какие-то 90-е годы, бандосы, все. У них рушится мир. Ну, потом, скажем честно, Эвелиночка, она ведь не Аленочка. Она не в отпуск отправилась. Она как-то принялась за дело. Она уволилась. Не покладая рук, начала работать. Поэтому, насколько я понимаю, журнала офисели у Евгения Змеевца больше нет. То есть, правда? Жена есть, а журнала нет. Ну, а официально? Может быть, это, кстати, и хороший выбор. Официально. Мы пытались пригласить на Евгения Змеевского. Насколько я понимаю, лицензия отобрана, и журнал не будет выходить с конца этого года. А журнал будет, по всей видимости, выходить в Россию, и главным редактором его будет... Кто бы вы думали? Кто бы? Хромченко Велина Леонидовна, я так понимаю. Она говорила, что у нее какие-то совершенно сумасшедшие планы, которые буквально взорвут общественность. Конечно, интриговала, ничего конкретного не говорила. Взорвали общественность Шатурские и Луховицкие районы. Взорвали. Также Нижегородская область. Вот они взорвали общественность. В прямом смысле. Евелина Леонидовна, конечно, общественность не взорвет. Но то, что она будет делать журнал, и журнал, по всей видимости, будет называться «Л'Официаль», по-моему, это уже факт. Опять же, вот я говорю сейчас, меня обвинят, может быть, в каких-то сплетнях, или непроверенной информации, или обвинят во лжи. Но та информация, которую я знаю, вот она такая. А как ты считаешь, возвращение Долецкой в глянец невозможно? Нет, в глянец возможно. Но давайте честно скажем, а возможно ли вообще возвращение глянца к тому его состоянию, в котором он находился, например, в 2000 году? Да нет, конечно. Ну нет, потому что все уже живет в абсолютно другой какой-то конфигурации, конструкции. Вообще-то никто другой. Вот откроете сейчас сайт Vogue.ru. И вы поймете, что это сайт действительно из 2000 года. Это сайт, которым нет прямой трансляции в Facebook или в Journal. То есть там есть какой-то код для блога, но он, как правило, не работает. Это сайт, в котором нет никакой... В конце концов, это издательский дом, который единственный, по-моему, издательский дом в мире, который вообще в Америке делает знаменитый Style.com, но у которого нет плагина для iPod. Как все плохо в России с русским Vogue, с российским Vogue? Нет, ну не плохо с российским Vogue. Просто это все делают девчонки, которым надо бы вообще в их возрасте уже заниматься семьей, детьми, покупать кресла, хрустание и люстры мастерят. А они рады, что они работают в Vogue, у них есть визиточка. У них есть не только визиточка, у них много чего к визиточке прилагается. Какие-то зарплаты не очень большие прилагаются. Медицинская страховка хорошая, поездки там всякие, бежушка, ловнушка. Давайте послушаем вторую пленку. Это будет отрывок из интервью с Наоми Кэмпбелл. Она расскажет о своем опыте работе с Аленой Долецкой и с журналом Vogue. Привет, Наоми! Несколько вопросов о вашем творчестве и вашей карьере. Вы были в роли главного редактора в российском издании журнала Vogue в апрельском номере. Как вам этот опыт? Мне очень понравилось, это было замечательно. Я работала с Аленой и с Саймоном и с русской командой Vogue. Это было очень здорово, мне понравилось. Все съемки были очень разные, интересные. Была одна в Париже, две в Нью-Йорке, одна в Лондоне, одна здесь в Москве. Они были все очень разные и мне очень понравилось. Россия, к сожалению, славится отсутствием свободы слова в прессе, о чем бесконечно твердит наша радиостанция. Сталкивались ли вы в работе с номером Vogue с цензурой? Нет, вовсе нет. Я не сталкивалась ни с чем подобным в стране. Это был сюрприз предложения от Алены Долецкой быть главным редактором? Алена. Я познакомилась с ней, когда первый раз приехала в Москву. Она замечательная женщина. Я очень ее уважаю. И мне очень нравится то, что она делает с российским Vogue. Все выпуски очень хорошие. Для меня была честь получить от нее такое предложение. Я думаю, что российская мода очень быстро развивается. И Россия становится еще одной страной в мире, где нужно останавливаться во время недель моды. Науми сейчас рассказала свое мнение как раз об Алене. Она, напомню, была приглашена главным редактором в журнале Vogue. Один месяц она как раз вела этот журнал. У нее были якобы какие-то съемки, тексты, статьи и все остальное под руководством Алены, естественно. И она очень восторгалась. Ей, в том числе, как главным редактором, она говорила, что ей безумно нравится российское издание. Мы вообще понимаем, что Науми последнее некоторое количество времени восторгается Россией. И очень много времени здесь проводит. Ну, это зависит от того, сколько времени здесь проводит ее русский бойфренд. Пойфренд, с которым дружила, в том числе, Алена Далецкая. Поэтому и Науми оказалась приглашенным редактором. Да, ну что ж, я понимаю, я еще раз говорю, что не восхищаться Аленой, в общем, довольно трудно. Я мало таких людей знаю. Вот, пожалуй, Кариночка Добротворская и, как ее зовут, Виктория Давыдова. Ну, ты сразу поясни, Карино Добротворская, издатель, президент Кондинаст России. Хорошо, привела ее не Алена Далецкая. Карину? Да. Ну, я свечку не держал. Нет, по-моему. Более того, там просто, когда Карина появилась, тоже надо рассказать все, видимо, слушателям, когда Алена и Карина там появились, они же действительно и Вика. Это было прямо самое начало Вога. Еще не было Вога, как Вога. Там еще люди деньги получали не в Московский международный банк, а в Барклайсбанк в Лондоне. В Лондон. Все было сложно довольно. Лондон, кредит-карты, такие очень смешные. Вот. И нанимали американские и английские такие супервайзеры. Вот. Такие приехали супервайзеры, считали, что они очень крутые. И действительно всех нанимали они именно. И, насколько я помню, и одну, и вторую. Я, опять же, могу ошибаться, но по поводу Алены это совершенно точно. Алену привела такая девушка, женщина, которую зовут Наташа Зингер. Она была корреспондентом, кажется, Нью-Йорк Таймс в России. Это был такой старый 98-й год. Ну, да. Это был 1998 год. Сейчас мы с 2010-й. Алены уже нет на посту главного редактора, нет. Эвелина Хромченко уже тоже нет на посту главного редактора Офисель. Что же нас ждет? Какое будущее ожидает глянцевые журналы? Ну, вот я прочитал недавно интервью Дадьевич Шкулеву, Виктор Михайлович Шкулеву, которым является владельцем прекрасного издательского домашнего Филиппа Акиш-Кулев, который издает «Эль». Виктор Михайлович очень радужные перспективы выстраивает глянцевой индустрии. Я считаю, что перспективы не такие уж и трогательные у них у всех, потому что, вообще-то говоря, никто из нас, так объективно говоря, из людей, которые работают на этом рынке давно, и на этом рынке получают заработную плату, и хотят на этом рынке остаться, не понимают, а вообще как этот рынок, в смысле, рынок вообще медиа, вообще любых медиа, глянцевых, матовых, газетных, радио, телевидения, вот как этот рынок будет устроен через 10 лет? Мы понимаем, что 10 лет назад мы с вами жили в мире, в котором нельзя было из Белаяна в МТС отправить СМС-ку. Было такое. Не было такой возможности, понимаете? А сейчас мы живем в мире, в котором я на мобильный телефон могу вот вас здесь снимать, вот как вы меня снимаете на эту вот камеру, и показывать своим друзьям в Фейсбук. Что будет через 10 лет, мы просто не знаем. И совершенно очевидно, что вот то, что будет, оно изменит полностью наше представление о медиа. И скорее всего, ну, то есть не скорее всего, а, конечно, так и будет, все эти медиа станут не медиа, а мультимедиа. Поэтому просто быть глянцевым журналом будет, конечно, круто, но, видимо, приблизительно все это должно будет занять место нынешнего журнала «Визионер». Может быть, кто-нибудь видел, это, скорее, не журнал, а такой, как сказала бы Алена Дорецкая, «piece of art». И вот этот «piece of art», он и займет такое вот свое удивительное место на чьих-нибудь сервантиках. А медиа будут в другом пространстве существовать. Я хочу напомнить, что у нас в гостях журналист Антон Красовский. У нас пришел вопрос от слушателя. Есть мнение... Первый приличный, по всей видимости. Есть мнение, что сейчас у журналов есть тенденция к политике. Так ли это? Это вот человек, видимо, прочел колонку Дмитрия Губина. Не у журналов есть такая тенденция к политике. Просто так получилось, что какое-то количество лет назад действительно в мужские журналы пришли два, с моей точки зрения, удивительных человека. Николай Усков в журнал «ЖКью» и Велик Бахтин стал главным редактором журнала «Исквое». И эти мужские, опять же, подчеркиваю, мужские, казалось бы, глянцевые журналы стали такими глянцево-публицистическими. И это произошло, товарищ, пять лет назад. Пять лет назад Ксения Соколова ездила уже, знаете ли, в Беслан и в Варанасе, и делала репортажи из публичного дома. И мы с ней вместе вдвоем делали огромный репортаж поездки по России от Москвы до Владивостока и так далее. И пять лет уже существует, по-моему, журнал «Эсквайр». Так что это не то, чтобы какая-то последняя традиция, просто Дима Губин проснулся с добрым утром, Дима. Но, видимо, не только он проснулся, потому что действительно были такие вопросы. Почему-то сейчас действительно существует мнение, что концентрация политики в глянцевых журналах, как бы это нелепо не звучало. Ну, в каких глянцевых журналах? Нет никаких глянцевых журналов, в которых концентрация политики... «ЖКью» приглашает регулярно колумнистов. Нет, я вам еще раз говорю, никаких других журналов, кроме «ЖКью» и «Сквайра» не существует ни с какой концентрацией, никакой политики. Нет, больше никаких других журналов. Вы видели политику в журнале «Эль» или, может быть, вы видели политику в журнале «Офисиэль». Ни в коем случае никогда. И никогда им там места не будет. Ну, там были какие-то съемки, кстати, в «Офисиэль» была отличная. Много-много лет назад доказывают, что я родился в 1941-м. А много-много лет назад, когда еще Арказий Дворкович был заместителем министра, а его жена тоже была заместителем министра, но это было много лет назад, да. Ну, это красивая история. А Ксению Собчак снимали на фоне телевизоров, где были включены Путин, Жириновский. Кстати, делал эту съемку Егор Заика, который только что нам говорил. А это была очень смешная съемка, потому что Собчак что-то начала выступать, мне рассказывали. Как вы можете, что вы снимаете? Покажите мне что-нибудь. Говорит, я не могу тебе показать, у меня нет этого экранчика. Я снимаю не на цифру, как все, а я снимаю на пленку. Ну, что вы мне рассказываете? Я работала с лучшими фотографиями, я работала с широким, я работала с фрикшем. Заика, это нам в эфире рассказывала. Заика, это я. Мама, это я. Да, Егор, это нам рассказывает в эфире. Сеня Анатольевна, прости меня, ради бога, что рассказывают твои страшные тайны. Это такая уродатая уже история, нам ее и рассказывали, да, я рассказывал Заика в прямом эфире. Хорошо, а мы заговорили про Esquire и GQ. Так вот, политика, она вот там, вот в этих двух мужских журналах, ни в каких глянцевых журналах. Нет, давайте вообще, вот я по этому говорю, давайте отделим. А Esquire и GQ можно все-таки считать глянцевыми журнами? Вообще любой журнал, на глянцевой бумаге, в котором есть модные съемки, даже если в этих модных съемках фотографируют бомжей, как это делают в Esquire, или когда обложки, ну, поскольку Филипп Бахтин, скажем честно, геронтофил, и когда на обложках появляются мужчины только старше 83-х, как на обложке Esquire, то, ну, все равно это глянцевые журнала. Хорошо, давай так, пять лет, да, прошло. Николай Усков, Филипп Бахтин, а им еще не пора на пенсию? Не пришел их еще срок? Звоним Николаю Феликсовичу. Коль, не пора тебе еще на пенсию? Да звони или нет? Нет, нет, не пора. Не пора. Не пора. Пока делают хороший продукт. Ну, смотрите, здесь это просто не может быть пенсии, это может быть отставка. Ну, я пенсию говорю это в кавычках, грубо говоря, в отставку, да. Не пора, я думаю, что... Потому что как уже ходят слухи о том, что следующий там будет Николай Усков и так далее. Нет, ну, они могут ходить куда угодно, но кандонастов точно совершенно не добыть, для кандонастов слишком много потрясений. Это все-таки, знаете, не ЮКОС. Кандонаст — это довольно консервативная компания. Николай Усков остается на своем месте. Я предлагаю... Да, утверждает Антон Красовский. А я предлагаю послушать нам следующую пленку. Это будет уличный опрос. Мы задавали людям на улицах вопрос о том, какие журналы они читают, и что они читают в глянцевых журналах. Многие не хотели признаваться в том, что читают глянцевые журналы, но все-таки нашлись и те, кто не видит в этом ничего зазорного. Аня — стилист. Ее интересуют больше иллюстрации. Много картинок, фотографий, выборка из моды, каких-нибудь несколько интересных статей. Ожидала, а сейчас уже не ожидаю. Ну и какие-то просто фокусы из новостей современных за месяц и все, не более. Дмитрий — маркетолог. Предпочитает ориентироваться на свой вкус. Перестал считать, что мне нужен какой-то авторитет, чтобы понимать какие-то вещи. То есть я пытаюсь максимально сам что-то понять и сам сформировать свой образ. Слишком много вокруг, грубо говоря, мусора, и не хотелось попадать в его поток. У Светланы исключительно меркантильный интерес. Я просто смотрю на запечатанный журнал «Салафани», и мне от этого уже хорошо. В первую очередь это пробники. Но статьи-то рассказываю в основном, я вот люблю. Моду. Геворг — студент МГИМО. Его в равной степени интересуют и картинки, и новости. Красивые женщины, красивые машины. И какие-то новости, которые касаются мира моды, мира спорта, телевидения и так далее. У домохозяйки Елены свой взгляд на глянец. Я ожидаю там прочитать. Я люблю желтую прессу, такую вот, сдержанную, интеллигентную. У Владимира есть только один любимый журнал. Не увлекаюсь, только плейбой. Не знаю, всю информацию можно найти в интернете. Для Настя журналы в первую очередь источник информации. Ну, интересные какие-то статьи о культурной жизни в мире сейчас и о политике, возможно. Судя по всему, глянцевые журналы интересны многим. И каждый ищет в них что-то по своему вкусу. Наверное, поэтому такие СМИ пистерят как красивыми картинками, так и занимательными статьями на самые разные темы. Вот такой вот у нас был уличный опрос. Признайся честно, что ты читаешь в глянцевых журналах? Я же не читаю журналы. Вообще ничего? Нет, никогда. Никакие? Нет, нет. Я читаю... Я человек 21 века. Лайт-журнал. Какой лайт-журнал? Лайт-журнал... Во-первых, я не читатель, я писатель. Как известно, я блогер. Я читаю просто огромное количество всякой разной, надерганной информации в iPad, в iPhone, в ленте. Ну, что это интернет? 21 века. Да, в интернете те же форматы глянцевые есть, просто они переведены на экран. Форматов глянцевых в интернете нет, значит, пока. Значит, вот прям формат глянцевый, конечно, появится тогда, когда iPad, который, безусловно, является прототипом чего-то, какого-то следующего медианосителя, который мы пока не понимаем, как будет выглядеть-то на самом деле. Вот тогда вот это будет глянцевый формат. То есть, например, модная съемка, которую можно вот так раскрыть. Ой, девчонки, какая обижушка вот красивая. Ну, мы и так можем эту модную съемку смотреть на экран. Нет, нет, нет. Ты будешь ее как-то пытаться увидеть. Не то восприятие? Нет, не то восприятие совершенно. Вот сейчас, если ты сейчас открываешь iPad, у тебя будет другое уже восприятие, чем с экрана. И ты не читаешь ни GQ, ни Square, ни все вышеперечисленное? Ничего не читаю. А газеты? Я читаю, вот я могу просто показать, что у меня есть. Нет, но мы и так верим. Да, но я понимаю, я просто сейчас пытаюсь вспомнить. Да, не закладки, плагины. Вот плагины. Давай, что там? Глок, ми, газета, ру. Нет, коммерсант, афиша, фейсбук, лифт-журнал. Твиттер. Твиттер. То есть, тебя это не интересует? Ты работал в глянцевых журналах, но сам не интересуешься этим. Нет. Почему? Ну, ничего нового я там не прочту. Ну, хорошо, но красивая картинка. Это доставляет... Нет, она не нужна. Слушайте, ну, красивая картинка, но у меня, так сказать, 28 прекрасных знакомых. Один, может быть, лучший мой знакомый. Стилисты, которые все сами... На твой взгляд, у глянцевых журналов есть табу, теми табуированные? У всех есть табу. И что это в глянце? Ну, вот... Что? Вот он тебе прям так взял и сказал, Таня. Ты не понимаешь, что ли? Нет, ну, слушайте. Всегда есть какие-то табу. Нельзя... Есть какая-то там попытка цензуры, сам цензура. Они абсолютно точно такая же, как и в любом другом средстве массовой информации. В глянцевом журнале, например, в журнале GQ, поскольку им руководит, с моей точки зрения, один из самых смелых и хороших людей, с которыми я знаком, правда, без дураков. Который, кстати, является частым гостем на радиостанции «Эхо Москвы». Очень круто. Спасибо, радио «Эхо Москвы». Так вот, поскольку им руководит Усков, в журнале GQ таких тем меньше. Ну, поэтому там, возможно, был и Беслан, там, поэтому есть колонка Лимонова, там, и так далее. Но, в принципе, ну, конечно, ну, конечно, все-таки глянец он должен развлекать. Ну, и вообще, смотрите, ведь все наше время – это время потребителей. Ну, что там говорить? А на твой взгляд, как в одном журнале могут совмещаться и вот эти вот глянцевые съемочки, красивые картинки и темы про Беслан? Ну, а что? Тогда люди покупают, они, может быть, не понимают, так, что я сейчас в этом журнале увижу? Тема про Беслан, статью какую-нибудь печальную? Либо потом следующей странице я перелистну, и там будет модная съемка «Трусы». Хорошо, но дело же когда-то Артемий Троицкий, умный и глянцевый порно-журнал. Нет, ну, во-первых, «Плейбой» не порно-журнал, конечно, никакой. «Плейбой» – это журнал, в котором печатались «Абдайк» и «Селенджер». И Артемий Троицкий просто перенял эту эстафету интеллектуального мужского журнала. Ну, вот он и просчитал очень недолго. И, в общем, на самом деле, нам часто с высоты, вернее, не с высоты, а с долготы, я бы даже сказал, нашего 2010 года, кажется, что он делал какой-то там мегаинтеллектуальный журнал. На тот момент это было совсем… Да нет, конечно, на тот момент, как раз я вам скажу, как раз просто как момент был гораздо более интеллектуальный, чем сейчас. Сейчас, в общем, момент вообще ни разу не интеллектуальный. И если ты напечатал «Селенджера»… Панельное ток-шоу, когда вот у тебя сидит Ксения Собчак с Мариной Голубкой, «Ой, Ксюша, как хорошо, что ты купила такую чашку!» И вот у нас панельное ток-шоу. И это самые интеллектуальные наши советские передачи в нашем телевидении. То есть тогда напечатал «Селенджера» в журнале, это так, фигня. А сейчас, если кто-то напечатает, это будет… Вот у нас есть, например, там журнал, который делают люди вот из того прошлого. Вот они в нем остались, отказываются категорически из него уходить, вот как бы забаррикадировались в этих своих 90-х, а тратят на это деньги Михаила Дмитриевича Прохорова, называется «СНОП». Если сегодня у нас будет в журнале более-менее умная статья, это будет что-то о-го-го из ряда воноходящее, да? Да дело даже не в умной. Ну как, ну, в общем, да, понимаете, здесь проблема в том, что сейчас умная ассоциируется со смелым. Вот сейчас быть умным… Мне стало интересно, а читаешь ли ты «Большой город» или тоже читаешь? Нет, конечно. Я вообще не читаю бессмысленную периодику, понимаете? А смысленная периодика – это газета. А смысленная периодика – это еженедельный, как мне кажется, общественно-политический журнал. А бессмысленная периодика – это журнал, который выходит раз в две недели, о том, что там происходит в моем дворе за две недели до этого. Он мне не нужен, этот журнал. Я живу в этом городе. Возможно, нужен жительный Чебоксар, но жителям москвичу он, конечно, не нужен. Вот так вот в конце нашего разговора мы подошли к тому, что Антон Красовский работы для гранцевых журналов… Нет, я очень люблю эти журналы, я их просто не читаю. Ой, это такой же вопрос, Таня. Ты слушаешь? Часто слушаешь «Эхо Москвы» радиостанцию? Нет, вообще радио ты слушаешь? Да, слушаю. Разговор на радио. Да, слушаю. И «Эхо Москвы» я слушаю. Ой, я в машине слушаю только музыку, честно. Молодец. Правильно. Как любой нормальный человек, конечно. Ну, кстати, я вам хочу сказать, мы уже не первый раз далеко приходим к выводу, что глянцевые журналы только, может быть, туалетное чтиво или картинки для рассматривания, и в том числе, наверное, даже и в первую очередь, это площадка для рекламы, способ зарабатывания денег. Ну, это так и есть. Любые журналы, они для этого и созданы. Они выходят раз в месяц, они являются туалетным чтивом. Ну как, ну журнал, вот это что-то, что ты покупаешь в аэропорту, уносясь на каком-нибудь там лайнере в отпуск. И отлажаясь на этот пляж, на какой-нибудь шезлонг там целого трехзвездочного отеля. Рассматриваешь картинки. Да, ты рассматриваешь картинки, вот думаешь так. И читаешь, как бы тебе правильно загореть. Конечно. Вот, в общем, что такое глянцевый журнал. Поэтому я и прошу не путать все-таки GQ и Esquire с этим глянцем. Это не глянец. Журнал Vogue, и просто этот глянец можно тоже как-то сегментировать, что ли. Журнал Vogue – это журнал про моду, скажем. А вот журнал L – это журнал для женщин. Журнал Oficial. Журнал Oficial – это как бы журнал про моду. Ну, в общем, скажем честно, второго эшелона. Ну, просто в мире. Но в России так случилось, что вот стало вполне себе в один ряд. Журнал про моду имеется в виду, что мы можем открыть этот журнал и узнать там какие-то последние тенденции. Ну, естественно. А как же? А стилисты говорят, что это не так, что мы не можем там узнать последние тенденции. Это какие стилисты такое говорят? Ну, я не буду сейчас перечислить. Ну, не будешь, тогда не говорят. Говорят. Ну, слушай, а я тебе скажу, что журнал Vogue – это вообще не журнал, а газета. Но это же не значит, что это так. Нет, конечно, журнал Vogue открывает девушка, которая сидит в своем доме в Жуковке и говорит, смысл в чем этих журналов? Вот снимает там какой-нибудь Саймон Робернс. Кстати, уволенный вместе с Алиной Долецкой, бессмысленным издательским домом «Конденаст» со своей должности. Открывает вот это, девка видит, там какой-нибудь, как говорят у нас, лук. И говорит своему мужу «Хочу такой же!» Вот, собственно, для этого созданы все эти журналы. Я чувствую, сейчас журнал Vogue будет стремиться именно к этому. А все остальное, что в этом журналах есть, это приложение «Хочу такой же». Вот что такое глянцевые журналы. Сегодня мы об этом говорили. С точки зрения Антона Красовки. Сегодня мы это сказали. Был злой Антон Красовский. Итак, Антон Красовке, спасибо, что пришел. Это была программа Zoom. Мы слышимся на следующей неделе. Меня Таня Гранянская зовут. Зовут мою коллегу Ирба Блаян. До свидания. До свидания. Спокойной ночи. Спасибо.